Вот и наступила третья часть нашего урока по рисованию орнамента. Надеюсь, у вас получилось нарисовать вот такой уже цветок. Посмотрите, как у меня он рисуется. И здесь происходит рисование. Для каждого лепестка я сделала отдельный другой блок, но, повторю еще раз, можно универсализировать вот это все, посмотрев, какие есть закономерности, общие части. Во всяком случае, набор блоков у нас везде одинаковые, меняются только лишь параметры, поэтому мы можем создать другой блок, у которого будут параметры. Но мы постараемся рассмотреть такой способ при рисовании оставшихся частей нашего орнамента, а именно вот этих вот ромбиков. Их меньше и будет проще просто размышлять. Ну и если будет возможность, будет желание, пишите. Возможно, я запишу и отдельный урок, где рассмотрю, как оптимизировать рисование каждого из лепестков с использованием одного-другого блока с параметрами. Но сейчас мы займемся, как я уже сказала, ромбиками. Итак, что касается ромбиков, давайте проанализируем, как у нас вообще все это дело устроено на нашем фоне. Давайте увеличим, чтобы было удобнее. Во-первых, нужно определиться, откуда начинать рисовать наши ромбы. И если мы уже сейчас начинаем думать над тем, чтобы это был один-другой блок, но с разными параметрами, то сразу продумываем алгоритм, общий алгоритм рисования наших ромбиков. Но мы пока будем использовать все тот же другой блок, который рисует полоски. У нас будет полоска длиной единицы из одного квадратика, полоска из трех квадратиков, из пяти, потом опять из трех, потом из одного. Мы будем тоже, наверное, использовать специальный цикл, в котором что-то будем вычислять. Но посмотрим в процессе. Опять же, так же, как с лепестками, нам необходимо определиться сначала с точкой начала рисования, с началом координат. И мы отталкивались от точки X-start, Y-start. По всей видимости, здесь тоже имеет смысл это делать. Хотя, в принципе, конечно, самый универсальный способ это взять за начало координат центр. И от центра все остальное считать. Но мы немножко сдвинулись от центра, мы старались попасть в наш образец. И отсчет от центра это тоже предмет отдельного рассмотрения. Тем более, что не каждый орнамент центрируется. То есть у него есть какой-то явно выделенный центр. Поэтому, возможно, это не самое важное. Итак, как мы будем рисовать? Нам нужно определить координаты первого нашего фрагмента и затем полосками. Но начнем, опять же, простым способом. Как говорится, в лоб. Создадим другой блок, который у нас будет отвечать за рисование ромбика первого. И в качестве первого ромба давайте возьмем вот этот, который у нас сверху. Итак, я создаю другой блок, называю его ромб. И сделаю ромб один пока, а потом мы опять же оптимизируем. Постараемся. Здесь что нам необходимо сделать? Точно так же, как при создании каждого из лебестков, нам нужно задать координаты нашего начального элемента. Точнее, координаты x и y, с которых мы будем начинать. Отталкиваемся мы от координат x старт, y старт, вот этой верхней точки. И читаем по нашему образцу, сколько нам нужно подняться вверх. По x мы видим, что у нас будет такая же координата. То есть мы берем x старт. А по y мы поднимаемся вверх, то есть нужно добавить какое-то количество шагов того самого интервала, который у нас сохранен в переменный шаг, то есть в 12. Итак, считаем. Клеточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и седьмая. Но давайте попробуем, стало быть, прибавить к y старт шаг, умноженный на 7. После этого нам необходимо перейти в x и y и сделать печать. Но давайте попробуем выполнить, куда у нас попадет вот этот первый блок. Пока мы делаем печать, хотя для универсальности мы будем вызывать, использовать другой блок, полоска с длиной 1. Но пока сделаем так для теста, попали ли мы в нужные координаты. И я вижу, что в принципе мы попали, но здесь трудно гарантировать, поэтому сейчас я увеличу и посмотрим. У нас небольшой сдвиг произошел, но мы смотрим расстояние по образцу, какое должно быть. То есть у нас, смотрите, вот если сейчас я, наверное, отключу, сотру все. И мы внимательно посмотрим, какое расстояние между элементами. Вот от вот этого уголка у нас один промежуток. А когда мы попробовали, у нас, по-моему, получилось два. Давайте еще раз проверим. И для того, чтобы это сделать, мне даже не надо рисовать весь цветок. Хотя, ладно, я нарисую весь цветок. Рисуем вот этот вот квадратик. И мы видим, что он у нас попадает действительно выше. То есть он должен быть вот здесь. Ну, примерно вот здесь. Значит, мы по Y его должны поднимать вот на такое количество шагов. Вот, теперь мы попали. Все, первая точка у нас определена. И от нее мы будем уже дальше рисовать. Еще раз повторю, мы будем делать не печать, а использовать другой блок полоска. И здесь у нас будет длина 1, а направление у нас будет обыкновенное 90. Давайте тоже проверим. Сейчас все сотрем. Нарисуем цветок. И создадим первый элемент. И вот мы уже не попали. Смотрите, что происходит. На самом деле проблема заключается в том, что почему мы так не попадаем. Потому что, когда мы задаем направление, спрайт как бы немножко поворачивается относительно центра. Вот у нас костюм поворачивается относительно центра. И когда мы задаем 90, он вот так повернут. Когда мы задаем какое-то другое направление, костюм поворачивается, например, вот так. Или подпрыгивает вверх. И поэтому получаются какие-то небольшие отклонения. Поэтому вот в данном случае, видимо, как раз-таки отсчет от этой точки, он оказался не совсем правильным. Но это нужно решать с самого начала и потом делать поправки. Итак, нам все-таки нужно умножать на 7. И сейчас мы проверим. Да, все, теперь мы попадаем. И теперь мы начнем рисовать наши остальные линии, наши полосочки. Понятно, что, конечно, можно каждую в отдельности рисовать, но можно сделать это в цикле. И давайте сейчас начнем это делать постепенно. Следующим образом. Я немножко посидела, подумала, посмотрела на зависимость вот этих вот полосочек. И получается, что первая полосочка у нас длина 1, вторая длина 3, третья длина 5, а потом опять 3 и 1. Разница между длиной это 2. То есть, следующая полоска на 2, скажем так, деление на 2 квадратика длиннее. Соответственно, у нас будет длина 1, 3 и 5. Значит, мы можем сделать цикл, повторить 3 раза. И сделаем вот так. И у нас должна меняться длина полоски. То есть, мы должны ввести переменную. Давайте так ее и назовем, длина полоски. И прежде чем начать цикл, мы зададим начальное значение длина полоски 1. И теперь мы будем использовать вот эту переменную вот здесь. С каждым шагом, мы сказали, у нас будет всего лишь 3 итерации цикла, мы будем изменять длину полоски на 2. Получится у нас 1, 3, 5. Далее, нам необходимо также еще в цикле смещаться, то есть, подниматься вверх. Значит, нам нужно менять значение x и y. Точно так же, как мы это делали, когда рисовали лепестки. Значит, мы выбираем опять изменить, но уже будем изменять x и изменять y. И изменяться они у нас будут одинаково. В том плане, что, опять же, каждый шаг цикла, каждую итерацию, это будет происходить по одному и тому же закону. Вот эти вот 3 раза. Значит, следующая у нас полоска должна начинаться уже левее и выше. Значит, мы должны из x вычесть шаг, а к y шаг прибавить. Значит, y мы просто изменяем на шаг, а x мы изменяем на минус шаг. Ну, давайте попробуем. Я сейчас для чистоты эксперимента что сделаю? Да, ничего не буду делать. Я возьму и просто выполню еще раз этот блок. Я думаю, что еще раз перерисуется вот этот квадратик и нарисуются еще две полосочки. Давайте посмотрим. Вот действительно все нарисовалось, можно увеличить. Смотрите, все замечательно. И мы смотрим также, давайте сопоставим. Вот у нас третья полоска. Как раз она уже выходит за пределы высоты лепестков, точно так же, как это у нас на образце. И осталось нарисовать еще две полоски. Аналогичным образом мы можем сделать цикл, который будет выполняться всего лишь два раза. Ну, здесь я перестаралась. Видите, что получается. Чем больше мы выполнили один цикл и второй цикл, и получилась вот такая красота. Ну, возможно, в каких-то орнаментах такая будет история, и вы сможете это тоже использовать. Но сейчас мы поставим, сделаем правильно, чтобы у нас цветок рисовался верно. Наш ромбик тоже сочетался с нашим образцом. Значит, сейчас мы будем идти таким образом, что длина полоски у нас должна уменьшаться на 2. Значит, мы берем минус 2. Х у нас будет сейчас уже увеличиваться. и у по-прежнему тоже увеличивается. Но сейчас нам придется начать все заново. Нарисуем наш красивый цветок. И сейчас мы выполним вот этот блок для рисования ромба. Что-то пошло не так. Одна полоска не нарисовалась у меня почему-то, а одна оказалась лишней. То есть полоски все, но произошло следующее. Мы длину полоски увеличили на 2. Но цикл уже завершил свою работу. И получилось, что в итоге у нас перед вот этим вот циклом длина полоски стала равной 7. И первый раз нарисовалась полоска длиной 7. Поэтому между циклами нам имеет смысл поставить изменение длины полоски на минус 2. Еще раз. Хотя, в принципе, мы можем сделать следующую вещь. В этом втором цикле мы можем изменение длины полоски вынести в начало цикла. Вот так, прежде чем рисовать. Вот это я пока уберу в сторонку. Сейчас проверим. Еще раз опускаем. Рисуем цветок. И выполняем этот блок. И та же самая история у нас X и Y. Тоже мы уехали лишний раз. Видите, да? Поэтому тоже давайте попробуем вот так сделаем. Это тот случай, когда последовательность шагов очень важна. Это нормально, когда мы сразу не попадаем. Вот. Сейчас мы перепрыгнули через раз. И все-таки надо сначала, прежде чем начинать цикл, все-таки привести значение к нужным, к тем, которые будут подходить. Ну, давайте еще раз хорошенько подумаем. Возможно, кто-то следит за моей мыслью и уже бежит вперед. Дело в том, что, когда пишешь урок, сложнее соображать, честно признаюсь. Поэтому бывают такие вот казусы. Ну что, возьму я следующую вещь. Делаю вот так. Вот это вот сюда. И все-таки лучше подумаю. Итак, у нас, когда мы завершили вот этот цикл, да, собственно, зачем думать, мы сейчас выполним наш вот этот вот блок и посмотрим на значение длина полоски x и y, которая у нас начальная. Итак, длина полоски у нас, как я и говорила, 7, поэтому мы должны обязательно уменьшить ее на 2. и даже если у нас будет вот такая вот история, если изменение длины полоски у нас будет после того, как мы ее отрисовали, то нам необходимо будет еще раз уменьшить на 2. Поэтому мы делаем следующую вещь. Я продублирую, да, собственно, у меня вот есть еще вот этот блок. То есть я до цикла уменьшаю длину полоски и потом в цикле тоже начинаю с того, что я ее уменьшаю на 2. Получается, что у нас было 7, мы сделали 5, и здесь в начале вышли 2, получили 3. То есть с длиной полоски все замечательно. Осталось разобраться с x и y. Почти, в принципе, почти я угадала, но мы перепрыгнули по y выше. За счет чего это произошло? Значит, в принципе, мы можем вот так вот вернуть наши блоки тоже в начало, но прежде чем мы это будем делать, тоже сейчас давайте посмотрим. Значит, у нас с x получается вот здесь вот очень сложно, минус 42 это ни о чем не говорит, поэтому размышляем логически. И, наверное, для начала мы сделаем вот так. и поэтапно начнем выполнять. Вот мы нарисовали первую часть. Теперь я, наверное, выйду из цикла, пока выполню один раз вот эту вот часть кода, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Вот у нас нарисовалось 3 полоски, все верно, но x и y у нас получились немного не те. И по y мы ушли слишком вверх, то есть нам не надо было менять y вообще, потому что мы его уже увеличили, а после того, как мы все нарисовали, мы можем y увеличить. А с x мы должны были тоже увеличить и сделать это дважды. То есть я делаю вот таким вот образом. Точно так же, как с длиной полоски. Ну, давайте сейчас проверим. Нарисуется ли у нас... Ну, я могла все стереть, но мне нравится смотреть, как рисуется эта картиночка, этот замечательный цветок. Сейчас я выполню первую часть и сейчас надеюсь, что следующая полоска нарисуется правильно. Вот, верно. И если я выполню еще раз, вот у нас все выполнилось. Значит, я могу спокойно брать это в цикл и уже подставлять в основной код. Следующим этапом будет рисование следующих наших ромбиков. И, как я уже сказала в начале урока, мы попробуем сделать универсальный код. Это немного сложнее, но пробовать никто не запрещает. Правда же? Наверное, я это сделаю в отдельной части. Предлагаю вам тоже подумать над тем, как это делать. Ну, небольшие подсказки я дам. Значит, первое, что мы в качестве универсализма будем использовать, это направление рисования. То есть мы начинаем вот с этой вот точки, с этого квадратика снизу, поэтому следующий ромб мы тоже будем рисовать снизу. Соответственно, нам нужно будет определить, опять же, координаты этого квадратика и направление рисования у нас будет, если здесь было слева направо, то здесь будет сверху вниз. То есть как бы по часовой стрелке мы поворачиваем. И аналогичным образом нам надо будет размышлять в качестве еще одного параметра, точнее, двух параметров. Задать некие дополнительные множители, по сути, которые будут задавать то, как мы будем изменять здесь вот в циклах x и y. Увеличивать или уменьшать. То есть мы будем домножать на 1 или на минус 1 для того, чтобы либо прибавить шаг, либо вычесть шаг. Вот я использовала минус шаг, но, в принципе, вот для того, чтобы вы сейчас понимали, можно вот эту вот запись, сейчас я ее продублирую, сделать следующим образом. Можно домножать шаг на минус 1, и тогда у нас будет отрицательное число. Это то же самое, что мы пишем вот так вот, минус шаг. То есть здесь минус 12 и здесь минус 12. Видите, да, результат одинаковый. И вот если мы в качестве множителей, то есть у нас будут следующие параметры. Первый параметр будет это направление рисования, как мы будем полоски рисовать, потому что мы будем вызывать метод полоска, и, соответственно, здесь будем задавать направление в качестве параметра. Второй параметр будет неким индексом, единица или минус единица, которая будет нам помогать изменять x в цикле. И следующее число это тоже единица или минус единица, которое помогать будет нам изменять y в цикле, то есть прибавлять или вычитать. И если посмотреть внимательно, то смотрите, если мы сначала x уменьшали, то в следующем цикле мы x увеличиваем, а y мы как увеличивали, так и увеличиваем. Но, возможно, для следующих ситуаций это будет немножко по-другому. Нужно будет подумать, с какими параметрами вызывать этот другой блок, у которого будут вот эти два параметра. Возможно, с этими подсказками вам удастся создать свой универсальный другой блок с параметрами. Ну а если нет, то в следующей части посмотрим, постараемся вместе разобраться. Итак, до следующей встречи. И желаю творческих успехов!